Привет! Как выбрать электроскрипку? Первое, на что следует обратить внимание, это вес. Как правило, обычная скрипка весит от 400 до 500 грамм, и, соответственно, электроскрипка должна весить примерно столько же. Сейчас очень много дешевых китайских скрипок, которые весят по 800 грамм, и сразу вы почувствуете, когда возьмете, что она тяжелая. Если она тяжелая, то первую секунду чуть-чуть тяжелее, и ладно. Но на самом деле заниматься очень сложно, не устают руки, устает шея, плечо, вы долго не прозанимаетесь. Это уже такой большой минус. Второе, должны быть удобны струны, расположение между струнами, подставочка. То есть желательно, чтобы это было сразу все хорошо сделано, потому что если на обычной скрипке можно это отрегулировать, подточить, на электроскрипке места для маневров очень мало. Если изначально неудобно, будет, скорее всего, неудобно. Третье, колки на дешевых электроскрипках, они, как правило, вот так не входят плотненько, они торчат. То есть должно быть вот так, как здесь. Вот вам образец посмотреть. Если отличается, если, допустим, где-то колок торчит, или глубоко уходит, или не совсем плотно попадает в свое вот это гнездо, то он, скорее всего, будет спускать или плохо держать строй. Это будет постоянная проблема. То есть вместо того, чтобы заниматься, приходит, придется строиться или менять колок. Да, машинки тоже проверьте, потому что они часто бывают крутятся, но не подстраивают скрипку. То есть смотрите, чтобы... Так, работают, да? Все машинки проверяете. Должны легко крутиться, закручиваться, раскручиваться. И самое главное, это, конечно, звук в скрипке. И цена электроскрипки, это цена микрофона встроенного. Насколько он качественный, хороший, настолько будет хороший звук. И, конечно, за 200 долларов вряд ли там будет микрофон за 500, да? Вот эта скрипка 900 евро, по-моему, я ее покупала, но очень давно. Это Yamaha SV-150. И звук, ну, более-менее хороший. На концертах, где-то, когда их включают хорошую аппаратуру, когда звукорежиссер отстраивает, ее слышно, и она, ну, приближена к акустической скрипке, к звуку акустической скрипки. Если микрофон дешевый, соответственно, звук будет не похож на настоящий. И удовольствия, как бы, от игры на большой сцене не будет. Она, конечно, будет тихая, можно позаниматься, если она не очень тяжелая. Но микрофон, чем лучше, тем лучше, да, чем дороже, тем лучше, как правило. Ну, удачи в выборе.